Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Защитись от опасной бактерии. В Заречном проводится дополнительная вакцинация от пневмококовой инфекции. Пневмококовая инфекция опасна тем, что она вызывает тяжелые заболевания. Это заболевание, ну, прежде всего, от пневмонии. Юбилей новатора оборонки. Ветерана городообразующего предприятия, почетному гражданину Заречного Геннадию Борзову, 75. Приходит что-то новое, надо где-то обкатать. Пока технологи что-то пишут, в 10-й цех, через коленку, как, ну, на гора. Есть. Битва хоров и шоу-танцы по-зареченске. 250 школьников приняли участие в очередном этапе городского проекта «Солнечный бум». Завершается второй этап сразу двух больших, грандиозных городских проектов. В хоровая ассамблея и заречной территории Танца. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном начата дополнительная вакцинация детей и граждан из групп Риска от пневмококковой инфекции. Воспаление легких и дыхательных путей, менингит, гнойное воспаление внутренних органов. Все это результат действия пневмококковой бактерии. В последние годы эти заболевания все чаще стали поражать россиян, в том числе и зареченцев. В 2019 году было принято решение о проведении дополнительной прививочной кампании. Около 20 зареченцев ежегодно переносят пневмонию. В большинстве случаев это тяжелое заболевание возникает по причине заражения пневмококковой инфекцией. Переносчик заболевания, специфическая бактерия, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, как ОРВИ или грипп. Пневмококковая инфекция опасна тем, что она вызывает тяжелые заболевания. Это заболевание, ну прежде всего, пневмония. Также она может вызывать заболевания лор-органов, может давать осложнения, такие как менингит, гнойное воспаление внутренних органов. Вот недавно был случай менингита у нас вызванный именно пневмококковой инфекцией. Заболевания, вызванные пневмококком, тяжело подаются лечению. Единственным надежным методом профилактики заражения на сегодняшний день остается иммунизация. С 2014 года эти прививки включены в национальный календарь и делаются, по согласию родителей, грудным детям в возрасте 2, 4,5 и 15 месяцев. В 2019-м расширен перечень граждан, которым показана дополнительная вакцинация. Сейчас усилена работа по иммунизации вакцины против пневмококков в связи с тем, что в 2019 году внесены изменения, уточнения в национальный календарь прививок по эпид-показаниям, где уточнены контингенты, которые должны прививаться, если они не привиты были в младенческом возрасте. Это призывники у нас, это пожилые люди старше 60 лет, это люди с хроническими заболеваниями легких и взрослые тоже неработающие, нетрудоспособные, которые находятся в домах инвалидов, в домах престарелых. Прививки от мемококковой инфекции бесплатны. Всех, кто подлежит дополнительной вакцинации, должны оповестить участковые педиатры и терапевты. И эти же врачи могут проконсультировать граждан, заботящихся о своем здоровье, о необходимости дополнительной вакцинации. Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Отмечу, накануне стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству разработать стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля, сообщает РИА Новости. В поручении говорится, разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, определив в качестве первоочередных задач удовлетворение к 2025 году потребностей населения в иммунобилогических лекарственных препаратах. С июля в «Заречном» действует новая инструкция о пропускном режиме. Несмотря на то, что она находится в открытом доступе, у горожан возникает много вопросов о порядке ее действия. Нужно ли менять пропуска? Почему так долго проводится досмотр транспорта и проверка пропусков на проходных? Какие обязанности накладывает зареченская прописка? Каковы права военнослужащих Росгвардии, несущих службу на КПП? Эти и другие вопросы мы сегодня подробно обсудим с заместителем войсковой части 3473 по работе с личным составом Дмитрием Типсиным. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. Почетный гражданин Заречного Геннадий Борзов отмечает 75-летний юбилей. Его вклад в укрепление обороноспособности страны неоднократно отмечался на уровне завода и Росатома. Ветеран городообразующего предприятия за большой вклад в развитие атомной науки, энергетики и промышленности награжден благодарностью Федерального агентства по атомной энергии, нагрудным знаком Академии Курчатов 3-й и 4-й степени, награжден ведомственным знаком ветеран атомной энергетики и промышленности. За 40 лет работы на заводе Геннадий Борзов прошел путь от регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов до заместителя директора научно-технического комплекса по производству. 24 июля 2019-го Геннадий Борзов принимает поздравления с 75-летием. Дорогой мой человек. Теплые слова и самые добрые пожелания. Почетный гражданин Заречного Геннадий Борзов принимает поздравления. Виновнику торжества исполнилось 75 лет. Вы великолепный человек, открытый всегда, всегда радушный. Когда с вами общаешься, получаешь истинное удовольствие. Заслуженный, уважаемый и прекрасный человек. Из 75 лет, 40, он трудился на производственном объединении «Старт». В 1972 году Геннадий Петрович пришел на завод регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры. Мастер был покойник, т.е. в небесной Степен Георгий Прокопьевич, который мне дал такой урок жизни. Я его до сих пор помню и очень благодарен. Был человек строгий, но справедливый. Вот это он мне дал на всю жизнь. Люди – самый ценный ресурс любого предприятия, считает Геннадий Борзов. От грамотно выстроенного взаимодействия в коллективе во многом зависит конечный результат. С особой теплотой юбиляр вспоминает годы, когда он работал в цехе номер 10, занимавшемся новой техникой и нестандартным оборудованием. Всегда было как. Это маленький завод в большом заводе. То есть приходит что-то новое, надо где-то обкатать. Пока технологи что-то пишут, 10-й цех, через коленку, как, ну, на гора есть. Поэтому у нас в чем преимущество было перед основными цехами? Мы не ждали, когда нам кто-то. У нас свои технологи и свои, как говорится, руки и головы. Геннадий Борзов и его коллеги привыкли не бояться сложных задач, находить нестандартные решения и новые направления работы. Все эти качества пригодились Геннадию Петровичу и на новом ответственном посту. В 2009 году он был назначен заместителем директора научно-технического комплекса по производству. Под его руководством организовывалась работа по производству гражданской продукции для железнодорожного транспорта, систем управления технологическими процессами для нефтегазовой промышленности. В 2012 Геннадий Петрович ушел на заслуженный отдых, но по-прежнему интересуется жизнью родного завода, а когда предоставляется возможность, непременно посещает градообразующее предприятие. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Очередной праздник добрососедства прошел для участников городского конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». День двора состоялся во дворе 35-го дома по улице Ленина, постоянном участнике конкурса. Более 300 человек собрал очередной летний праздник двора. На этот раз торжество, организованное молодежно-досуговым центром «Ровесник», состоялось возле дома номер 35 по улице Ленина. Здешние жители – постоянные участники городского конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» и пример добрососедских отношений. В первую очередь, мне кажется, праздник, он дает возможность, на наш взгляд, вам лишний раз встретиться друг с другом. Когда вы с своими соседями не всегда, может быть, часто видитесь, а это вот хороший повод для того, чтобы с ними увидеться, поговорить, пообщаться. Это хороший повод для того, чтобы немножко развлечься детям, побегать, поиграть. И организаторы прекрасно всегда делают эти площадки. Мне кажется, сегодня у нас очень уютно здесь и очень здорово. Валентина Бенескул живет в доме номер 39 по улице Ленина уже 45 лет. Несколько лет назад Валентина Леонидовна вместе с соседками начала озеленять небольшой участок земли возле своего подъезда. Сейчас, по признанию женщины, их примеру последовали и другие жители микрорайона. Пока из нашего восьмиподъездного дома, только возле нас вот так красиво. А теперь вот мы заразили пятый подъезд. Там тоже девочка решила тоже так же все благоустроить. Мы ей с дачи все привезли, что надо, цветочки, просаду все. Но земли заказали. Администрация города активно помогает жителям, которые стремятся сделать придомовую территорию благоустроенной. Так, в этом году жители дома номер 39 по улице Ленина получили в свое распоряжение шланг для полива цветов. Раньше воду надо было таскать с пятого этажа в бутылях. А теперь, слава богу, нам разрешили подключиться. И мы с этого шланга как настоящий поливаем. Участие жителей микрорайона в благоустройстве придомовой территории отметило руководство города. Наиболее активные жители двора дома номер 35 по улице Ленина получили памятные адреса главы города Заречного. Следующий день двора состоится 25 июля. Принимать гостей будут жители 39-го дома на проспекте 30-летия Победы. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Более 250 зареченских школьников стали участниками второго этапа фестиваля «Солнечный бум», который проходит среди отдыхающих детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Особенностью фестиваля стало то, что в нем объединены сразу два городских проекта – хоровая ассамблея и «Заречная территория танца». Финальной точкой второго этапа фестиваля стал концерт в Центральном парке культуры и отдыха. Битва хоров и шоу-танцы по-зареченске в нашем следующем сюжете. Трибуны в Центральном парке культуры и отдыха заполнены юными зареченцами. Все они волнуются перед выступлениями. Концертом под открытым небом закончился второй этап проекта «Солнечный бум». Этот творческий фестиваль проходит в нашем городе все лето. Завершается второй этап сразу двух больших грандиозных городских проектов – хоровая ассамблея и «Заречная территория танца», поддержанных Общественным советом Госкорпорации «Росатом». Во втором этапе проекта «Солнечный бум» приняли участие ребята, отдыхающие в зареченских детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. В течение второй смены они разучивали песни и танцы вместе с опытными наставниками, руководителями творческих коллективов города. На финальном концерте фестиваля «Солнечный бум» ребята демонстрировали самые яркие номера и постановки, которые они подготовили. Моя Россия, моя страна, Ты так красива во все годы времена! В выступлениях ребятам из лагерей помогали воспитанники театра песни «Авантаж». По признанию ребят, когда они были в возрасте участников «Солнечного бума», то сами очень сильно волновались перед выходом на сцену. Поэтому на предложение помочь начинающим артистам откликнулись без раздумий. Они только все начинают, им нужно помогать во всем, чтобы они учились как бы петь, танцевать. На память об участии в проекте «Солнечный бум» все участники получили специальные призы с символикой фестиваля. Также благодарственными письмами на финальном концерте были отмечены педагоги, которые помогали в подготовке выступлений юным артистам. В августе «Солнечный бум» продолжится. Школьники разучат новые песни и танцы. Самые яркие номера все горожане смогут увидеть 7 сентября на фестивале «Садов и цветов», когда будут подведены итоги всех трех этапов проектов «Хоровая ассамблея» и «Заречный. Территория танца». Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Новая инструкция о пропускном режиме в вопросах и ответах сразу после рекламы. Не переключайтесь, информация важна для каждого. Закажи окно. Второе установим бесплатно. Телефон 232-232. Я к «Ментаю» уважаю заварить душистый чай. В караване покупаю чай «Шпикачки» и «Ментай». «Ментай мороженый» – 135,90. Чай «Корона Российской империи» – 100 пакетиков – 99,90. «Шпикачки» для гриля «Отяшева» – 159,90. «Нектарины» – 99,90. Акция действует с 23 по 25 июля 2019 года. Лови момент в караване. С 10 по 31 июля в «Лалэ Антилоп» недели горячих летних цен. Например, норка всего за 35 тысяч рублей. «Лалэ Антилоп». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия «Росатома» и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». Будущее твоего города зависит от тебя. Выбери, в какую городскую сферу вложить миллион «Росатома». Скачай мобильное приложение GSR, Web Store или Play Market и прими участие в онлайн-голосовании. Образование, культура, спорт – выбор за тобой. Поделись своими идеями в мобильном приложении GSR и помоги городу выиграть суперприз конкурса «Росатом вместе». Проголосовать в мобильном приложении GSR ты сможешь с 20 августа по 31 октября 2019 года. Город ждет твой выбор. Городская квартира с отдельным входом – мечта, воплощенная в реальность. Такие квартиры в жилом комплексе «Грин Парк-2» с любовью строит компания «Римстрой». Центр города, развитая инфраструктура, высокое качество. Торопитесь! Квартир по уникальной цене 38 тысяч рублей за квадратный метр осталось совсем мало. Звони прямо сейчас 231-001. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель командира войсковой части 3473 по работе с личным составом Дмитрий Типсин. Добрый вечер! Добрый вечер! Дмитрий, недавно была принята новая инструкция о пропускном режиме в Затозаречной Пенской области. В связи с этим, ну, понятно, что ситуация развивалась еще до, начала развиваться не очень такая хорошая ситуация с пропускным режимом еще до принятия этой инструкции. В связи с этим поступали многочисленные обращения как к вам в исковую часть, так и в администрацию города, в бюро пропусков, во все средства массовой информации. Я думаю, что вот эта вот инструкция должна все-таки расставить все точки над «и», чтобы не было у жителей закрытого города, у всех, кто сюда въезжает, не было никаких вопросов, почему все происходит именно так на наших проходных. Вот что касается, начнем, наверное, с пропусков, да? То есть вот каким образом ажиотаж вот этот вот по замене пропусков, вот эти все слухи, что вот пропуска нужно срочно поменять, насколько они обоснованы? Как производится замена пропусков? Ну, хотел бы начать с того, что согласно пункту 13 постановления правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года, номер 693, который утверждает у нас положение о порядке обеспечения особого режима закрытых административно-территориальных объединений, на которых расположены объекты госкорпорации «Атом», определено, что пропускной режим осуществляется на основании инструкции, которая у нас согласована с территориальным органом Федеральной службы безопасности и, соответственно, утверждена администрацией города, руководителем объекта, охраняемого, в данном случае мы это производственное объединение «Старта» имени Михаила Васильевича Проценко, и командиром войсковой части 3473 в данном случае. Что касается замены пропусков, здесь хотел бы акцентировать внимание жителей города, что все вопросы с очередями по замене, они созданы искусственно, неправильная информация, к сожалению, дошла до жителей. Значит, у нас замена пропусков будет осуществлена до конца 2021 года. Все пропуска, которые сейчас имеются на руках у жителей, они действительны и будут действительны до конца 2021 года. Эти пропуска не изымаются. Если они находятся в нормальном состоянии, то на них в бюро пропусков бесплатно жителю города наклеивается эмблема с голографической защитой и, соответственно, выдается обратно. Если есть какие-то механические повреждения, то происходит замена пропуска. Поэтому попросил бы всех жителей города не беспокоиться, скажем так, в плановом порядке осуществлять замену. Времени достаточно для этого. Дмитрий, что касается требований часовых на проходных, по поводу того, чтобы вынимать из пластиковых кассет, что вот с этим? В каком виде должен предъявляться пропуск? Старая инструкция у нас не предусматривала никаких наличия защитных элементов на пропусках. Та инструкция, которая стала действовать с 1 июля 2019 года, она определяет, что пропуска выдаются в полиэтиленовых пакетах. Это происходит вот сейчас при замене пропусков, либо при наклейке этих защитных голографических эмблем. Соответственно, эти полиэтиленовые защитные пакетики или чехлы, так называемые, они выдаются в бюро пропусков жителям города бесплатно. И, соответственно, они будут производиться в плановом замене. Все это определено у нас в пункте 8.17 инструкции. Здесь проблем с этим никаких не возникает. Очень много вопросов поступало по поводу того, что создаются большие очереди напроходных из-за того, что очень тщательно досматриваются автомобили, очень тщательно досматриваются пропуска. Я понимаю, что все жители закрытого города должны понимать, что они являются жителями закрытого города. Поэтому накладывается определенное ограничение. Вот что, давайте сейчас конкретно и по полочкам разложим. Каковы права и обязанности часового и каковы права и обязанности граждан, входящих и выходящих в закрытое административно-территориальное образование? Что должны граждане представлять к досмотру, к осмотру пропуска автомобиля? Что они должны делать? Здесь я бы хотел дополнить, что при замене пропусков, либо когда будут наклеивать граждане на свои пропуска защитные географические эмблемы, у нас в бюро пропусков в кабинете номер 3 работает представитель администрации города, который отвечает за вопросы обеспечения режима. Он готов ответить на все вопросы, в том числе по инструкции. Инструкции также жители города могут ознакомиться в доступном, скажем так, образе. Она ни ДСП, ни какая-то там гриф не имеет. Она находится на сайте администрации города, в разделе режим, в общедоступном доступе для всех. Согласно новой инструкции, пунктами 7.2 и 7.13 определено, что на случай, осуществляющий пропускной режим, далее будем его называть часовым, в целях проверки личности гражданина, имеет право взять в руки пропуск, также потребовать от гражданина снять очки, головной убор, назвать фамилию, имя, отчество, а также потребовать предъявить документы, удостоверяющие личность. Это все делается только в целях того, чтобы удостовериться, чей пропуск, того ли гражданина или нет. В целях недопущения санкционированного проезда на территорию города, автомобильного транспорта, соответственно, также проводится осмотр транспортных средств, заезжающих на автомобильный проезд и проверка личных пропусков водителей и граждан, которые имеют право проезжать в автомобилях. Здесь водитель обязан, заехав на автомобильный проезд, заглушить двигатель, поставить автомобиль на стояночный тормоз, предъявить автомобиль к осмотру. Что значит предъявить автомобиль к осмотру? Это значит, он обязан открыть все двери, обычно это осуществляется по ходу движения часового, открываются первые и задние двери автомобиля, открыть багажник и, соответственно, показать все технологические отсеки грузовые, если это какой-то автомобиль нелегкового плана или другого типа. В том числе, часовой имеет право потребовать переложить от гражданина груз, который мешает ему осмотру автомобилев полностью. Здесь бы хотел заметить особое внимание, что даже если пропуск у гражданина имеет определенные группы на досмотр ограниченный, все равно автомобиль досматривается в случае, если на стеклах автомобиля есть тонировочная пленка и она, скажем так, загораживает видимость часовому для полного осмотра автомобиля. Все это делается в целях только безопасности. Есть ли какие-то еще права и обязанности у граждан, которые входят и выходят? Есть ли какие-то изменения в новой инструкции? Значит, если при проверке пропуска гражданина будет установлено, что пропуск пришел в негодность, то есть нельзя сверить фотографию пропуска с его владельцем или пропуск был подвержен механическим воздействием, дежурный помощник коменданта, а также начальник КПП имеют право погасить пропуск, то есть поставить на нем печать с указанием даты замены. Владелец пропуска обязан провести эту замену для сечения указанного срока. Это все у нас определено пунктом 7.14. Хотя в инструкции определено, что срок замены пропусков при угошении 10 суток, но наши должностные лица никогда 10 суток не дают гражданину. Обычно это 30-45 дней. Это все согласовано с отделом режима, то есть времени достаточно, чтобы заменить пропуск. В соответствии с пунктом 17 инструкции граждане обязаны выполнять все требования и правила пропускного режима, в том числе беспрекословно выполнять требования часового, соответственно, которые определены в его служебных обязанностях. При нарушении требований правил пропускного режима, в соответствии с пунктом 7.14 инструкции, личный пропуск гражданина может быть изъят и помещен в кабину для хранения пропусков на срок до 6 месяцев. Возврат этого пропуска будет уже осуществляться только через отделы режима производственного объединения старта имени Проценко. Согласно инструкции, к нарушениям особого режима в закрытом административно-территориальном органе относятся. Вот в этой инструкции это конкретно прописано, я хотел бы перечислить. Это проникновение, попытка проникновения на территорию города Заречного без пропуска, по чужому пропуску, по поддельному или просроченному пропуску, а также другим несанкционированным путем. Второе. Это попытка провоза граждан, в том числе детей любого возраста без разрешения. Следующее. Это попытка подкупа или подкупа часового, угроза часового с целью нарушения установленных правил пропускного режима, а также передача другому лицу своего личного пропуска для проникновения в город Заречный. Следующее. Это вывод из строя элементов системы физической защиты, технических средств охраны или причинения материального ущерба им. Хотел бы заметить, что также к нарушениям особого режима зато относится несанкционирование, фотографирование или видеосъемка вблизи КПП, на самом КПП, а также участков периметра, контролируемой зоны, а также запретных зон. И крайне это попытка провоза документов, предметов, запрещенных гражданскому обороту. За отказ от выполнения законных требований часового, его оскорбления или группость в отношении часового, граждане несут административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также хотел заметить, что в отличие от старой инструкции, новая инструкция не предусматривает проверку пропусков и досмотр транспортных средств при выезде из города, при выходе из города, даже в ночное время. За исключением, конечно, проведения оперативных мероприятий в взаимодействии с другими сотрудниками инструкционных структур при осложнении оперативной обстановки в городе. Хочу обратить особое внимание жителей города, что на основании пункта 7.12 инструкции, значит, жители города, утерявшие постоянный пропуск за пределами города, могут войти в город по паспорту при наличии в нем регистрации по месту жительства в городе Заречном. При этом гражданином на КПП будет выписан разовый пропуск и обязательно взято письменное объяснение об обстоятельствах утери. При утере пропуска и документов, удостоверяющих личность, а также допуск зато осуществляется по разовому пропуску только с 9 до 18 в рабочие дни. При этом документом, удостоверяющим личность, будет являться справка о составе семьи, выдаваемой управляющей компанией по жилищно-коммунальному хозяйству и либо отделом Федеральной иммиграционной службы в сопровождении представителей организации, где работает житель, либо его близких родственников, имеющих постоянный пропуск и паспорт. Хотел обратиться от лица командования жителям города, что если какие-то возникают вопросы на КПП по пропускному режиму, то необходимо с ними обращаться к дежурному помощнику-коменданту либо к начальнику КПП, которых по вашей просьбе обязан вызвать часовой. Так как к часовому запрещено отвлекаться от выполнения своих служебных обязанностей каким-либо образом. И второе. Если при въезде на автомобильный проезд, если есть, конечно, возможность, хотел бы попросить, если у гражданина нет на руках пропуска, то есть бывает такое, что пропуск находится в кабинах до хранения, то в этом случае при возможности въезжать на первый проезд от КПП на автомобильном транспорте, здесь как раз будет собираться тот автотранспорт, в принципе, у кого пропусков нет на руках. Тем самым мы, соответственно, сократим время проверки и осмотра транспортных средств на других проездах и уменьшим количество пробок в часы пик. В заключении хотел бы заверить всех жителей города, что вся деятельность войсковой части 3473 Росгвардии направлена только на обеспечение безопасности жителей. И эта безопасность с вашей помощью только станет лучше. Спасибо за внимание. Дмитрий, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Я думаю, что постепенно вот эти все вопросы и трения на проходных будут сниматься. Тем более, что, как вы сказали и упомянули о том, что инструкция находится в общем доступе, пожалуйста, можно с ней ознакомиться. Если возникают какие-то вопросы, как вы упомянули, на проходных это обращаться к дежурному помощнику коменданта. И если есть какие-то еще вопросы, то в бюро пропусков за инструктажом. Представители администрации города работают в том же режиме, что и бюро пропусков. Спасибо за участие в нашей программе. Всего вам самого доброго и хорошего вам службы. Спасибо. Всего доброго. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. И вам всего самого доброго. До встречи на канале «Заречный». Берегите себя и будьте взаимовежливы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok